Итак, здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас вторник, 3 августа, и давайте с вами посмотрим на графики еврофунта, поговорим о перспективах движения. Видим, что европейская валюта сумела частично укрепить свои позиции еще в первой половине дня. Вчера вышли у нас хорошие данные по розничным продажам Германии, оказались они намного лучше прогнозов экономистов. Это, в принципе, и спровоцировало рост европейской валюты. Но затем отчеты по индексу деловой активности в производственном секторе еврозоны оказались во многих странах чуть хуже, хоть и активность осталась на довольно высоком уровне, но было отмечено замедление ее роста, что, в принципе, и у нас отразилось на европейской валюте, которая снизилась против американского доллара уже во второй половине дня. Сигналы по входу в рынок были лишь в первой половине дня. После прорыва и закрепления выше диапазона 18-80, но во второй половине дня уже таких уровней у нас отработано не было, и ничего интересного сформировано также не было. Сегодня у нас по европейской валюте в экономическом календаре выходит лишь отчет по индексу цен производителей еврозоны. Видим, что прогнозируется рост на 1,4% в июне. Если показатель намного превысит прогнозы экономистов, только в таком случае это окажет серьезную поддержку европейской валюте. Других данных по еврозоне нет, поэтому, скорее всего, волатильность останется на довольно низком уровне. Во второй половине дня посмотрим за изменение объема производственных заказов в США, но также вряд ли этот показатель как-то серьезно повлияет на направление евро-доллара. Выступление представителей Федеральной резервной системы, ну и так все понятно. Прошлое заседание ФРС расставило все точки над И, и теперь остается только ждать, поэтому тоже вряд ли что-то серьезно изменится. Скорее всего, торговля продолжится в боковом канале 18-66, 18-88. Видим, что формируется такой треугольник, якобы намекающий нам на продолжение бычьей тенденции, сформированной еще 23 июля. Ну, посмотрим, куда ее расторгуют, если 18-88 мы пробьем. Закрепление ИТС этого уровня сверху вниз, хороший сигнал на открытие длинных позиций, и в таком случае выходим мы на 19-08, закрепление на этом диапазоне, уже сигнал на покупку 19-37 и в расчете на выход 19-84, где можно смотреть продажи сразу на отскок. Если мы формируем ложный пробой на 18-88, либо никого нету на 19-08, но, скорее всего, что медведи будут активно защищать именно 18-88, то формирование сложного пробоя, сигнал на продажу и прорыв нижней границы 18-66, который совпадает у нас с нижней границей треугольника, все это усилит давление на евро, и я думаю, мы быстро свалимся на 18-43 и 18-24. Но еще раз повторюсь, что поводов для такой всплеска волатильности нет, поэтому, скорее всего, пара будет торговаться именно внутри бокового канала. Скорее всего, просто мы выйдем за пределы этого треугольника, размажем его, и ничего конкретного у нас не получится. Поэтому покупки на отскок от 18-43 и 18-24 в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов, думаю, вполне себе обоснованы. Что касается британского фута, то здесь вряд ли что-то произойдет до заседания Банка Англии, который состоится в этот четверг. Видим, что вчера покупатели были не так активны, также замедление роста производственной сферы оказало давление на британский фунт, и мы сейчас находимся возле поддержки 38-77, на нее быки будут делать сегодня отдельный акцент, и смотря куда у нас двинется чаша весов. Если мы снижаемся, то лишь формирование ложного пробоя на 38-77, сигнал на покупку. В ином случае покупки от 38-44 либо 38-07 в расчете на ту же восходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Если мы пробиваемся выше 39-14, закрепляемся и выше средних скользящих, тестируем этот уровень сверху вниз, то в таком случае это дополнительный сигнал на открытие длинных позиций, и можно ждать уже восстановления фунта на 39-51 и 39-88 с таким небольшим обновлением и выносом 100 приказов выше максимума в прошлом месяце. Неудачная попытка закрепления выше 39-14, сформирования сложного пробоя, дополнительный сигнал на продажу фунта, и можно рассчитывать на более крупную нисходящую коррекцию под уровень 38-77, так как вряд ли Банк Англии станет как-то менять свою политику на этом заседании, и скорее всего, как и другие центральные банки, и еврозоны, и США займет в ожидательную позицию. Всем удачи!